Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. В этом году в скверах, на бульварах, аллеях, транспортных развязках, улицах, городских парках Самары, а также на набережной реки Волга планируется высадить более полутора миллионов цветов. Кроме того, в год 75-летия Победы на общественных пространствах завершена установка 19 новых топиарных фигур с символикой Дня Победы. Может быть, именно поэтому человек чувствует себя более комфортно в благоустроенном, утопающем зелени городе. Не секрет, что озелененная территория не только оказывает положительное действие на экологию города, но и благотворно влияет на человека. Вот как преобразился наш город сегодня, расскажет Леонид Вячеславович Дюгаев, начальник отдела по благоустройству озеленения, управления благоустройством администрации городского округа Самара. Здравствуйте! Добрый день! Для вас и ваших сотрудников началась, безусловно, горячая пора. Вот в первую очередь, живые украшения появились на объектах, связанных с празднованием 75-летия Великой Победы. Дата особенно и экспозиции, я так полагаю, в этом году соответствующие? Да, действительно, этот год у нас особенный, у нас празднование 75-летия Победы в этом году, поэтому особое внимание уделяется объектам, связанных с этой знаменательной датой. Поэтому уже к 9 мая высажено 8 тысяч метров квадратных цветников, установлены, как вы правильно сказали, 19 новых ландшафтных скульптур топиарных и общее количество их 29, имеющие именно тематику патриотическую, тематику Победы. В этом году среди новых таких скульптур у нас георгиевская лента, она установлена возле монумента Ил-2, есть такие сферы, шары с символикой Победы, есть новые цветочницы в виде пятиконечной звезды, куда высажены были тоже цветы, поэтому работы достаточно. Спасибо. А вы знаете, у нас есть сюжет на эту тему, я предлагаю его посмотреть, собственно, как все это происходило, у нас сюжет с Ленинского района. Внимание. Бегония королева клумб. Из года в год остается одним из главных украшений самарских улиц. Несколько кашпо в форме звезд, украшенные полюбившимися жителями цветами, установили сегодня на разных улицах в Ленинском районе Самары. Посадка одной такой композиции в исполнении профессионалов занимает не больше 10 минут. Это уличные цветы, так же, как и домашние, требующие уходы. Их нужно поливать, снимать с них лист, чтобы они свели все лето. К 75-летию Победы в Ленинском районе появится 75 таких композиций. Несколько из них установили на улице, которая носит имя Михаила Агибалова, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Здесь же соорудили инсталляцию танкиста. Эти изображения звезд Победы также будут настоящим источником для воспоминания о войне, о героях войны, о наших знаменитых земляках. Большие ландшафтные композиции расположили на Маяковском и Красноармейском спусках. Помимо звезд Победы, здесь из цветов создали георгиевские ленты, каждая длиной в 15 метров. Леонид Вячеславович, расскажите, пожалуйста, вообще о планах озеленения в этом году. Вот насколько он уже реализован, сколько растений планировалось высадить и сколько уже высажено на данный момент? Ну, всего в этом году планируется высадить 43 тысячи метров квадратных цветников. Это и однолетние растения, и многолетники, и тюльпаны. Причем первыми начинают свести в нашем городе именно тюльпаны. Они высаживаются у нас осенью предыдущего года. Поэтому как раз вот к 9 мая большинство клумб города уже имеют такое цветочное оформление в виде пестрых тюльпанов. Причем цветовая гамма у них всевозможные, различные. Каждый год подбираются новые сорта, и они являются украшением наших клумб, транспортных развязок и скверов. Кроме того, каждый год рассматривается применение каких-то новых сортов или новинок в озеленении. Причем не только в плане видового состава есть изменения, но и смотрятся новые какие-то сорта, виды, которые имеют некие преимущества, позволяющие им лучше приживаться в городских условиях. Например, в этом году будет использовано несколько новых сортов питуньи. Это капри, канкан. Допустим, они имеют более такой плотный куст, в связи с чем его можно высаживать не только в вертикальном озеленении в кашпо, но и непосредственно в пускасные цветочницы, либо на газонной части. Есть несколько видов ипомеи ибатата, новые купленные у нас. Кэрэлонсвит, например, такой сорт. Это декоративная такая паулиана. Она высаживается обычно тоже у нас в вертикальные конструкции, в кашпо, и в сочетании с цветущими растениями дает такой декоративный вид. И вот, например, на набережной реки Волга в этом году будет применено в озеленении несколько вообще новых видов растений. Например, ангелония, такого растения у нас еще не применялось раньше. Немезия тоже такой вот новый вид для нашего города растений. Ну вот посмотрим, как они себя проявят в этом году. Хотя по описанию достаточно неприхотливые цветковые растения, которые могут расти в засушливых условиях и не требуют особого ухода. Но при этом очень разнообразные по цветовой гамме и внешнему декоративному виду. Ну вот 2018 год, все-таки тематика была больше футбольная. В этом году год 75-летия победы. Ну и сразу ясно, да, какая тематика присутствует. Скажите, пожалуйста, а вот она будет придерживаться в течение всего года? Либо мае-июнь, и дальше мы уже будем видеть какие-то новые фигуры, новые клумбы и так далее. Либо это сажается вот весной? Ну, это памятная дата, она будет празднована в течение всего 2020 года. Поэтому все скульптуры, которые будут установлены к 9 мая, они все у нас будут радовать наших граждан в течение всего летнего периода. Часть топиарных скульптур не требует, скажем так, демонтажа на зиму. Многие даже остаются зимовать, и в принципе это достаточно удобно. И опять же говорю, тюльпаны у нас высаживаются осенью, то есть это уже как бы задел на будущий год, на будущее празднование Дня Победы. Поэтому в течение всего года. Скажите, пожалуйста, вот что все-таки меняется в ландшафте нашего города год от года? Что вот все-таки нового, принципиально нового появилось в этом году? Очень большое внимание последние годы уделяется именно мобильному вертикальному озеленению. Не секрет, что, например, и это беда практически всех крупных мегаполисов, это дефицит именно земли, свободного пространства, где можно организовать плоскостные цветники, то есть непосредственно самой земли. Поэтому в таких стесненных условиях очень хорошо себя проявляет именно вертикальное мобильное озеленение. Это контейнеры с какими-то, допустим, вечнозелеными растениями, хвойными. Это и специальные вертикальные конструкции. И большое количество у нас в этом году из года в год увеличивается кашпо, которые вдоль городских магистралей, гостевых маршрутов вешиваются. Они смотрятся очень торжественно, красиво и радуют и жителей, и гостей нашего города. Вот каким объектам в Самаре все-таки уделяется первоочередное внимание? Вот я имею в виду, что аллеи, парки, центральные клумбы вы облагораживаете из года в год одинаково? Или все-таки появляются новые объекты? Нет. Перечень адресов он каждый год. В принципе, вот то, что стабильно у нас, это наши основные городские скверы, парки, набережная, безусловно. Это из года в год те объекты, которые должны озеленяться ежегодно. Это как бы не обсуждается. Но тем не менее, с учетом изменений, в том числе, например, в рамках комфортной городской среды, многие объекты у нас благоустраиваются, и они добавляются в те объекты, которые находятся на содержании. И, соответственно, на них тоже высаживаются клумбы, цветы, деревья. То есть спектр территории общего пользования, он с каждым годом увеличивается. Леонид Вячеславович, скажите, пожалуйста, налажен ли у вас контакт с жителями города? Какая-то обратная связь существует? То есть есть ли обращения? Обратите внимание, пожалуйста, вот на этот участок, вот на эту аллею. Каким образом общаетесь, реагируете и выполняете ли самое главное? Безусловно, такие обращения есть, и мы стараемся их максимально рассмотреть, максимально оказать содействие в пожеланиях наших граждан. Это касается не только высадки именно цветов, но и, например, высадки древесных, кустарниковых растений. Есть определенный, скажем так, регламент или порядок, каким образом житель города может изъявить свою волю, желание, чтобы в каком-то конкретном месте высадить дерево. Если это речь идет именно про объекты общего пользования, то есть там сквер, парк, допустим, набережная, то можно обратиться непосредственно в наш департамент письменно. Эту заявку мы рассмотрим. И в случае, если то место, где житель хочет, чтобы было дерево, есть возможность высадить, потому что возможность не всегда бывает, вот я хотя бы тоже на этом остановиться. Да, пожалуйста, поподробнее расскажите, возможность какая? Ну, например, это наличие либо отсутствие коммуникации. Это в основном самая главная такая вот проблема, которая не позволяет высаживать, например, деревья. А вот обычно мы видим, я прошу прощения, табличку «не копать газ», да? Ну да, да, то есть любая коммуникация, будь то водовод, газ, либо даже линия связи, она имеет охранную зону. То есть там обычно она где-то 4 метра шириной. То есть, соответственно, в этой зоне нельзя высаживать ни деревья, ни кустарники. И подчас бывает, что эта охранная зона как раз занимает весь придорожный газон, например. И по ряду причин, вот при всем желании, к сожалению, не всегда это сделать возможно. Но здесь есть выход. То есть, допустим, создать на этом газоне цветник, скажем так, тоже как вариант. Всегда альтернативный какой-то вариант можно рассмотреть и реализовать. Вот одно время в нашем городе, я вот не знаю сейчас просто реализуется ли этот конкурс или нет, украшение своей придомовой территории. То есть даже был какой-то конкурс между дворами, домами, улицами, районами даже. А сейчас ли это продолжается? Либо вот придворовой участок, это, ну, можно сказать, забота самих жителей, либо все равно можно к вам обратиться и попросить облагородить участок около подъезда, к примеру? Ну, у нас в этом году, последний год реализации программы «Цветущий город». И данной программой в том числе предусмотрено участие и юридических лиц, и граждан города именно вот в оформлении, в цветочном оформлении города. Там подразумевается, что любой там предприниматель, либо там организации, либо общественная организация, либо жители города могут самостоятельно там принять участие в озеленении города, то есть создать какую-то клумбу. У нас были и опыт, когда и делали даже мобильные конструкции с цветами, устанавливали. Это всегда приветствуется. То есть, насколько мне известно, конкурс этот существует и сейчас. Он проводится, правда, на уровне внутригородских районов. То есть главы внутригородских районов, они этот конкурс проводят, и также отбирают победителей и награждают их. Вот как раз мы с вами заговорили о программе «Цветущий город». Вы сказали, что она будет завершена в 2020 году, но я так полагаю, она будет либо продлена, потому что программа действительно очень, мало того, что яркая и красивая, она еще и серьезно город облагораживает, жителей радует. Вот лично я каждый день, приезжая по московскому шоссе, вижу, какие изменения каждый год претерпевает наш город, и вот улицы, и особенно вот при дворовой территории. Скажите, пожалуйста, вот в каком направлении сейчас, если говорить все-таки об этом, развивается ландшафтный дизайн нашего города? Ландшафтный дизайн, как я уже говорил, имеет тенденцию именно вот к использованию возможности высадки деревьев, вернее высадки именно цветковых растений как вертикальной конструкции. Это основная такая тенденция, это не только именно вот нашего города или Российской Федерации, это такая тенденция общемировая сейчас есть, и, конечно, большое внимание сейчас уделяется топиариям. Это вот эти топиарные скульптуры, сделанные из искусственного покрытия, имитирующие траву. Раньше у нас практиковалось изготовление скульптур именно таких классических, насыпных, с живыми растениями. Некоторые из них еще остались, можно их увидеть, например, это пчела на транспортной развязке Старозагора там. Либо у нас там есть еще, допустим, в сквере имени Козлова возле ракеты, там есть композиция, посвященная космонавтике тоже. Вот они высаживаются именно с использованием почвопокровных растений. Они специально выращиваются, потом делается специальная основа. Вот этот каркас, он смазывается там глиной, в нее высаживаются вот эти растения. И это, как сказать, декоративный вид этой скульптуры достигается спустя какое-то время. То есть там месяц, полтора, пока растения приживутся, пока они оплетут всю эту композицию. И уже где-то только к концу лета, к середине лета, то есть можно эту скульптуру наблюдать в полном ее декоративном виде. А топиария, она уже как бы сразу, ее можно поставить там на клумбу, либо на транспортную развязку. Она уже представляет собой уже декоративный элемент, которым можно уже сразу любоваться. А вот скажите, какие эксперименты вы проводите, и все-таки что вдохновляет вас на них? Эксперименты в плане вот озеленения. О озеленении, конечно. Ну, экспериментально у нас, как я уже говорил, это применение новых видов, сортов и окрасок растений. Это, ну, вдохновляет на это, конечно, природа нашей России, то есть прекрасной нашей страны. И общее, вот, как сказать, понимание того, что город должен быть красивым, богоустроенным. Леонид Вячеславович, вот согласитесь ли вы со мной, что, конечно, одно дело посадить, другое дело правильно ухаживать, осуществлять полив, уход, обработку. И, на мой взгляд, здесь важен в первую очередь человеческий фактор, конечно. Вот скажите, пожалуйста, выкапывают ли растения и горожане? Таких случаев в этом году стало больше, меньше. И вот что бы вы сейчас сказали на этот счет? Действительно, как не прискорбно констатировать, но такие факты действительно есть. И есть они у нас каждый год. В этом году у нас высадка клумб еще только в процессе. То есть пока еще рано говорить, насколько наши жители в этом году захотят именно вот нарушить то цветочное оформление, которое мы создаем. Хочется отметить, что вот каждый цветок, который высаживается на клумбе, он имеет большую историю. То есть начинается высадка семечки, то есть в оранжерее, это где-то в январе-феврале цветоводы выращивают его, пикируют, вкладывают в него свой труд. Потом другие люди их цветоводы высаживают непосредственно в самой клумбе, ухаживают. И вот им очень обидно подчас видеть, как их труд, просто сказать, идет созря, потому что разрушенная клумба, вырытые растения, конечно, не дают того удовлетворения от работы, которую бы они могли получить. В основном у нас пользуются спросом, в кавычках скажем, спросом. Это растения, которые, по мнению жителей, могут расти у них дома, как комнатные растения. В основном это геронита на первом месте. Потом у нас идет петуния, еще часть цветов. Ну, я не думаю, что это очень хорошо, вернее, даже это нехорошо. Если есть необходимость там озеленить свой балкон или придомовой участок, ну, я думаю, всегда есть возможность купить там... Купить несколько парней, да, и высадить, чем идти и выкапывать от Ноградской клумбии. Ну, вы знаете, я слышала вот такое мнение, что вот именно цветы, которые высажены на городских клумбах, они адаптированы раз, это действительно так к нашим условиям, и они вот, ну, красиво цветут так и пахнут так, что вот не купишь, скажем, на рычках и так далее. Есть ли возможность, вот мы сейчас предлагаем альтернативу, не нужно сквернять, ну, в любом, в прямом смысле этого слова, наши городские клумбы, можно ли купить? Вот обратиться в питомники и вот, похоже, и высадить у себя вот на той же даче. Ну, высадку растений у нас производит организация, которая выигрывает у нас аукционы, то есть это у нас договор заключается по итогам победителя, с победителем аукционы. А так, в городе у нас, да, есть муниципальное предприятие специально-стро «Зеленхоз», которое является специализированным предприятием, оно выращивает посадочные материалы и древесно-кустарниковых растений, и цветковых растений, и у них есть оранжерея, то есть, в принципе, да, они реализуют эту продукцию. А если все-таки еще говорить о планах, о том, что уже сделано, какой бы акцент могли бы сделать вот на действующей работе, вот на тех проектах, над которыми сейчас работаете? Ну, большой интерес, конечно, представляет это вот именно новые какие-то объекты, то есть, именно вот в рамках комфортной городской среды, то, что реализуется, это всегда интересно, то есть, они создаются по дизайн-проектам, и определенные там конфигурации клумбы могут быть интересны и так далее. И я считаю, что основной такой вот моментом является именно продолжение делать акцент на кашпо, на оформление именно вот вертикальных конструкций. Это очень перспективно, эффектно и заслуживает внимания. А вот скажите, пожалуйста, те цветы, если мы говорим сейчас о цветах, которые высаживаются на городских клумбах, насколько вот они адаптированы к нашим самарским областным условиям, и выращиваются ли они в местных питомниках, либо есть все-таки заморские представители? Действительно, вот иногда ставят, скажем так, в укор, что из года в год один и тот же ассортимент, есть такой момент, но это действительно имеет под собой основу. То есть, не каждое растение, как бы оно красиво там не выглядело и не было привлекательным, может жить в городских условиях. Не секрет, что это не дача, это не природный какой-то объект. Жизнь в городе достаточно суровая, то есть это и другой микроклимат, и наличие асфальта, то есть есть выхлопные газы от автомобилей. И поэтому именно используются те растения, которые уже показали себя как устойчивые виды. И причем тот же тагетис, например, да, он используется ведь в озеленении не только у наших российских городов, во многих странах Европы также используется тагетис, потому что это цветок достаточно устойчив именно к антропогенной нагрузке городской. Та же петуния, та же сальвия, то есть таких растений достаточно много, и они составляют такой костяк вот именно тех видов, которые у нас высаживаются. Ну и, конечно, в виде экспериментов, как вы говорили, да, из год в год планируется рассмотреть, но не всегда, скажем так, удачные эти эксперименты. Там вот, допустим, были попытки использовать, допустим, лобелию в вертикальном озеленении, но как-то вот она себя не очень хорошо проявила, решили отказаться от этого растения, заменили его уже более известной петунией и помеей, допустим. То есть всегда есть какой-то момент для эксперимента, но если да, действительно хорошо себя проявляет растение, да, оно в этот вот основной костяк, назовем его видовой, входит. Если нет, то смотрим что-то новое. Вы знаете, лично я, когда гуляю по паркам и скверам нашего города, я все время замечаю, что клумба от вот момента высадки, посадки и в течение там месяца, двух, ну вот она действительно идеальна. И она вот выглядит так свежо, как будто посадили ее только что. Но ведь в любом случае какие-то растения не приживаются, какие-то погибают. Вот каким образом осуществляется этот уход, этот невидимый уход для вот глаза нас, как жителей? Ведь все равно эта работа, работа, ну, во-первых, тяжелая, конечно, кропотливая, очень усидчивая, и она осуществляется вашими специалистами. Вот расскажите об этом. Здесь есть еще такой маленький секрет. То есть это, да, уход это 90%, скажем так, того, что влияет на состояние клумбы, но еще грамотный подбор именно видовых моментов. Потому что вот последние годы, например, на многих больших клумбах используются помимо однолетников еще многолетние растения. И, допустим, зная период их цветения, происходит такая смена. То есть одни растения цветают, другие входят в стадию цветения, и поэтому происходит такой непрерывный цикл. Кроме того, вот сейчас у нас май месяц, а мы уже высаживаем цветы в цветущем состоянии. Это достигается тем, что есть растения, которые мы высаживаем в виде рассады, ну, это так на перспективу, там, то, что у нас в течение лета будет развиваться и цвести. А есть для таких видовых значимых объектов уже выращиваются цветы, которые горшечные, так называемые. То есть они высаживаются уже сформированной корневой системой, с цветоносами, и их высаживаем, и сразу уже клумба практически готова. И, разумеется, в течение всего вегетационного периода необходимо и обрывать уже отсвершие соцветия, делать прищипку, чтобы там повторные какие-то развивались у них отростки, которые дают повторные там цветоносы. Работа большая, кропотливая. Все-таки, возвращаясь к главной теме этого года, к 75-летию Победы, вот какие бы вы лично отметили знаково интересные объекты, которые, безусловно, следует посетить, просто посмотреть, полюбоваться. Я, конечно, сейчас понимаю, что сейчас период самоизоляции, но он, тем не менее, кончится, и будут клумбы еще краше. Посоветовали бы вы, жители нашего города? Ну, это, безусловно, те объекты, на которых в этом году установлены новые вот эти ландшафтные скульптуры. Это и улица Победы. Да, вот озвучьте еще раз. Да, это и сквер Героем 21-й гвардии, армии, то есть, извиняюсь, и улица Мода Гвардейская, и сквер Победы, вот монументы Л-2. Вот это те знаковые объекты, где у нас появились новые скульптуры, новые цветники, новые цветочницы. Поэтому приходите, смотрите. Конечно, когда снимется режим самоизоляции. Потому что сейчас пока все скверы для посещения у нас закрыты. Ну, и, наверное, последний вопрос, который я хочу вам задать сегодня. Вот психологи говорят о благотворном влиянии цветов, растений на эмоциональное состояние людей. Сейчас, опять же, да, если мы говорим о периоде самоизоляции, вот именно эмоциональное ощущение очень важно. Вот одно только спокойное содержание клумбы или цветов помогает улучшить настроение, помогает успокоиться любому жителю мегаполиса. Вы со мной согласны? Если да, то, может быть, пару советов от профессионала нашим жителям. Безусловно, я с вами согласен, потому что не каждый житель мегаполиса имеет возможность соприкоснуться с кусочком природы. А здесь, гуляя в парке или на набережной, вот эти все цветы, они радуют, конечно, глаз. Пестра цветовая гамма, она всегда влияет положительно на эмоциональный фон. Ну, совет, совет, это бережнее относиться к тому, что у нас высажено, то есть сохранять труд тех людей, которые работают над озеленением нашего города. Ну, и где-то смотреть какие-то интересные моменты, элементы и применять их, да, где-то у себя на дачном участке или там возле дома. Почему нет? Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин